Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Финикию в Сидмер Стивилизейшн 6 Газерин Сторм. Если вы не видели первую серию, то лучше перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не подключаться в середине просмотра. Ну и напомню, что став спонсором канала, вы увидите все серии сразу, а не одну в день. Приятного продолжения просмотра. О, отлично, поймали кого-то. Так, лямб вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, блин. Когда что, умрешь? Лечимся, лечимся. Кого повышаем? Не, ну пингалу нету смысла. Кооперация. Да, давайте Рейну. Так, тут точно ничего не отваливается? Еще раз, да. 5-1, 5-1. Отлично. Перс, я тебе войну не объявлял. Это ты, видимо, в союзе с канадцем. То есть я бы не хотел с тобой воевать. Ну, а ты будешь воевать? Скорее всего нет. Маяк, мастерская. О, гидроэлектростанцию надо, да. Ну, уже нету смысла союз продлевать, как мне кажется. Так, пачку-то к меня. Осуждает. Успешно крадут ускорение. Ну, и у меня успешно крадут ускорение. Мали пострадала от катастрофического наводнения. Мали пострадала от катастрофического наводнения. Какий пакет. Уг싸ю. Ви. Идем. Каждый пакет. так там где-то кораблик был удачно блин тяжело пробивается этот но он не уйдет уже отсюда кохокию засоюзал случайно так давайте музыку день купим тут есть театральные площади нету тут тут да блин что по очкам догонять меня перс ну не знаю ему осталось на канадца только напасть и буду схит но мне кажется вот по морю эти города тяжело будут браться может тапнуть броненосец не буду пока трогать могу тут поменять ну скидку оставим что тут еще открылось 5 процентов за каждый город 5 процентов науки 5 процентов успел так что меня до сан глимер заключить нормально нет ни один город там на очки ты мне условия выставляет и 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 может купить юнитов тогда но этих о я открыл правительство так пять процентов пять процентов это можно я про нафига мне наука давайте карточку на этот на нефть и алюминий надо брать надо покупать точнее ну и чем тут дарод отбивать а я моргите сать блин а мне нигде не построена еще верфи до него тут построен актер ракетный крейсер 480 уже стоит да вы офигели ладно придется так купить а и Да, лиц как-то больно Бьется Током Предательство должно быть наказано Нет, не должно О, против меня не принято Зато гуманитарная помощь Курдезасу прошла Так, давайте отступим Быстренько Нет, слушай, тут тяжеловато будет Этот город брать А, рассинхрон Да, со всеми рассинхрон был Может пойти Мехико, у меня еще есть Время Ладно, канадец предлагаю мир Потому что не берутся эти города Да, тут как-то Очень большая сила Ну, кидай Не, ну невозможно Опять ходов у нас война может быть А потому что я не буду атаковать Не знаю, почему я никто Окленд, кстати Не догадался Отобрать Так, мне надо просто Перебрасывать юниты к Мехико А, сурси, я так не может этого Престон тогда лучше захватить Пока Блин, мне нравятся Морские Наземные юниты По морю быстрее перемещаются Чем военные морские юниты Что-то тут неправильно Так, какой у нас счет? Так, ну я пока впереди Осталось 9 ходов Не могу уже предлагать Нет, Виктория там что-то предлагает Тоже не буду Опять город утрачивает лояльность Да что ж за Минус 0,9 Притом что тут Плюс откуда вот Что тут такое влияет на Лондон Блин Вообще надо А, потому что мы в войне Надо бы Захватить вот этот Город английский На этом все закончится Кабул странно Никто не захватывает Круто за суть От 1800 военной мощи Это что интересно Откуда эти ресурсы? 900 голды Нет, ну голда Понятно А вот Стратегические ресурсы ж нужны Понимаешь? Ну это у него единственное Алюминий Да Алюминий Я как раз выбивала Аккарди Залим Почему у меня тоже алюминий Есть Ну у тебя алюминий Савилон Наверное Не знаю Савилон Мехико тоже тяжело Но все равно попробуем Так, сколько ходов Будет этот плыть сюда 8 Бессмысленно пробовать Прямо скажем Просто слишком долго Запуск колонии на Марсе Тоже все очки На самом деле Так Виктория Предлагает заключить мир А нами города Отдает? Нет Сейчас поздно Так, это компьютер Я с ним вообще не торгую Альгамбру Перс построил Так, сколько там ходов? 6 Ну должен успеть Золотой век выйти Опять Несчастье Только торговал Со всеми Так, у меня 6 послов Давайте как-то их Сюзерен Сюзерен Нанмадол Я бы захватил Вообще Если успею Ну вообще я Большого количества городов Сюзерен И в итоге у меня тут, наверное Ну, в Канаде В Канаде А что у тебя так мало науки внезапно стало? Ну, у меня три города отобрали Кто? А-а-а Мали у тебя города отбирают? Просто, ну, против самолетов Нереально бороться Они корабли за один удар Убивают И потом города Также Бомбардировка И даже Что же там ПВВ стоит Это не спасает Голландец А ты там не хочешь Помочь Канадцу Как-то вообще? Любить ракетными прессерами Я не знаю Ну, как бы был уговор Что ты не бьёшь в спину Кто? Я? Кто? Да Ну так я не бью тебе в спину Или подговаривать голландцы Это считается Ни у Нидерландов Ни у Персон Подговаривать, в принципе, можно Да Я уже Кабул ковыряю Сколько? Кабул 5 Крессерами Он не ковыряется А Престон Очень даже Ковыряется Только мне тут Броненосцы Вавилона Мешаются А, так я его захватываю Все Нету Англии Ну, на Мадол Можно, наверное, не пытаться Потому что действительно Тяжеловато будет Ну, тогда Все зависит, собственно От Мали Я Все, что мог Себе захватил Дальше Просто Прокликаем До конца Продолжение следует... Построим аквапарк, а то не весело в тире. Так, кахоки у меня кто-то перекупил. Что-то они все-таки перемудрились этим советом и с дипломатической победой вообще. Вот я отжал два очка в конгрессе, построил статую от Думаски поселения. Ну это не на 150, ну это на более длинную игру. Ну что-то на более длинных клуб на 300. Нет, просто они... Но с обычной скоростью. Да, они не отскалировали дипломатическую победу по скоростям. То есть тут конгрессы должны чаще происходить и соответственно больше дипломатических очков. Тут без вариантов ты не можешь набрать 10 дипломатических очков никак. Вообще в принципе, даже если все тебе дадут. У тебя просто... Их слишком редко конгресс происходит. Редко и без твали. Мы сейчас выставили, попробуем, если не фига, ну, сколько? Словые лужи не приснились с этим ходом. Не, ну, 7 ходов этого я буду плыть. Смешно. Так. А в Лондоне у нас не постро... Блин, опять Лондон отваливается. В Лондоне котон бы построить и... Через два хода можно будет построить. Какой счет? Ну, блин, 60 очков. В Вавилон объявляет войну Мали. Кто-то у меня перекупил Вавилон. Ну... Ну, не знаю даже. Стоит ли мне его обратно покупать? Наверное, стоит. Так, что по великим людям надо какую-нибудь веру потратить. Инженер. На престиж. Нафиг надо. Художник. Ну, вот этого торговца можно было бы взять. 4 тысячи. Попробуем. Сейчас. Через несколько ходов купим, я думаю. Блин, захватили моего шпиона. Еще нельзя купить? Можно. Как раз ровно, поскольку накоплено. Отлично. Очень хороший... Очень хороший торговец. Вот сейчас урода, 50 город. Уклибек. Захватывается. Да не, нам мадула не захватится. 91. Тут... Если он хотя бы на побережье был. Ладно, перебрасываем сюда. Да некуда тут отправлять. В общем-то, по слову, больше. Осталось дождаться... ...последних ходов. И сможет ли Мали набрать... Ой, Ньюкасл Апантайн тоже... ...трачивать. Так, вот сюда можно перебросить парня. Шесть лояльности даст. Этот сколько дает? А, это просто уровень. Ну, давайте тоже дадим. Используем. Мне уже не нужны эти... ...все генералы, адмиралы. Купим, наверное, этот... ...центр водных видов спорта. О, счастье вышли. Поехали дальше. ...по грантам. Ну, что-то с мастерской произошло. Кто поломал мастерскую? Не было же вроде никаких... ...событий. Опять. Ребята, кто из Лептис Магны постоянно лян выбрасывает? Почему... ...почему лян-то? Не пойму. У меня еще и перс с пилицей собрался. Ну, это логично. Так, ну, аквариум тут нет смысла стоить, потому что есть аквариум уже здесь. 8 ходов, нет, 4 хода осталось. Уже нету смысла уже. Парфюмерия. Опа. Да у нас тут восстание. А, это кто-то, кстати, или нет? Да, вражеский шпион. Хе-хе. Ну, так он в районе котом. А, он не под струнгом. Да, ёб. Перный бабай. Только поздно, ты осадил, у меня игра раньше закончится. Да я уж понял. Забыл, что на канадцу нельзя внезапно нападать, да? Да, да, запад. Карфаген. Карфаген, Карфаген. Гаванец там что-то делает. Так, что со счетом? Блин. Блин, блин, блин. Все очень рядышком. Что делать? Не, ну, никакие... Эти продуктовые рынки, никакие чудеса я уже просто не успею построить. Так, открываем больше тех. Каждая теха тоже какие-то очки дает. Тоже самое касается социальных политик. Один ход. Два хода. Один ход тоже так. Один ход. Один ход, один ход. Три, два. Ну, все на тоненького по очкам, конечно. Лян мне постоянно выбрасывают. Что еще мне может очки дать? Ну, танчики эти, конечно, не очень приятно. Сейчас будут ездить, гадить. Так, мы тут угольную эту разрушили, нет? Да нет, вроде. Так. Мото-пехота. Продуктовый рынок. Ну, чтобы больше жителей. Возможно. Так, пища куда? Карфаген. Внутренние пути. Делаем. Давайте мы на внутренние пути что-нибудь. Так, ваши торговые к союзнику. Вот это на вашей территории. Вражеские шпионы меньше работают. Криптография. Дальше. Все торговые пути два производства, пять. Да, блин, тут уже, наверное, наука мне не нужна. Ладно, я уже не буду. Давайте вот так сделаем науку. Все, нет, все-таки науку оставим на всякий пожарный где-то рационализм. Так, вернем. Что-нибудь лояльность может повысить? Кстати, лояльность еще колеблется из-за несчастья, между прочим. Так, здесь давайте эти клетки починим. Голосование очередное. Так, оружие массового поражения всех игроку становится равным количеству игрока. Какая-то пофигу. Запретить строительство заданий этого типа. Не знаю какого. Угольную. Давайте. Побранный игрок получает два очка победы, пускай я и всемирные игры. Пят. Угольная электростанция запрещена. Два очка дипломатической победы перс получает. Угу. Подожди. Двадцать очков между нами. Не поздновато. Почеку ты куайну. Я долго с кобулом возился. Я так понял, за выставку у меня сто уэл каждому... Каждому великому человеку убавилось. Но... Это бесполезно. Блин, двадцать очков разницы между нами. Двадцать. Не, ну города тут не вырастут, конечно. Уже никак. Ну и у касса еще может вырастет. Айнук вырастет. Престон не вырастет. Блин, где мне еще очков взять? Ну реформация откроется. Да. Это даст очки. Что там вообще дает очки? Социальные институты, империя, великие люди. Так, может великих людей за деньги купить? Кто у нас тут поближе? Да никого уже. Все выкуплено. Престиж клетка вообще бесполезный. Честно говоря, великий человек. Так, ну я по науке три проекта сделал. Запуск межпланетный даже нереально. Ну хотя бы вот он. Его три хода открывать, потом 25 ходов ускорять. А вообще, я набрал, наверное, сейчас будет два хода еще. Потому что 164 и 165. Да, сейчас будет еще два хода только. Блин, 19 очков между нами. Не, я тут ничего не буду менять. Так, мы тут разграбили рынок. Ай-яй-яй. Я не буду даже его чинить. Так. Кахоки сменили. Почекуток, ну, почекуток пускай. Просто на автомат ставлю. Но мы не успеваем ничего заплатить. Продуктовый рынок. Не знаю, торговцы. Вряд ли, правда, это как-то на очки повлияет. Жалко я... О, собор Василия Бл... Я мог тут собор Василия Блаженного, который на тундру мог в пустыне построить. Мне надо было больше, конечно, чудес строить в этом городе. Так, лян надо вернуть в Лептис Магну. Ну, явно, хоть там Мали захватывает канадца, но он не успевает нас по очкам догнать никак. Просто никак. Фестивально-театральная площадь, потому что там ближе как раз эти... Великие люди. Так, могу купить кого-нибудь тут? 2265. Нет. Хотя, вот художника, возможно, и смогу прикупить. Все равно одно очко. Так, вот сейчас будет последний ход. Перс, кстати, умно поступает, он города еще ставит. Все, он меня обогнал. Вот жопа. Да, обогнал меня все-таки Михаил. Расставил города. Да. Ну, мне тоже надо было ставить города. Зато будет интрига. А тут еще религию построили. Я мог купить поселенцев. Где я их еще мог поставить? Например, вот на территории англичанина. Вот, тут два города ставят. Тут третий еще ставится. И даже канадские города не влияют. Тут мог еще поставить города. Слушайте, я вижу варварский этот... Огромный боевой робот у варваров. Ничего себе. Да ладно. Да. Кто уже построил, что он у варваров появится? А мы только один человек, который нам подкартили. Да. Да. Да, все-таки чуть-чуть не хватило мне. Эх. Одинокий дуболон, братар, да не стоит. Вообще мог и попробовать Мехико захватить на самом деле. Потому что у меня нет ни хрена, чтобы его обмануть. У меня не было ни селитры. Мне пришла вся эта карабель. Свою борьбу открою. Ну, я боюсь, что... Не хватит. Ну, разница... И он еще города сейчас поставил. Разница в 9 очков. Это за счет городов, конечно. Да. Жаль. Жаль. Ну, я в конце, видите... Хер знает, сколько мы играли. Я расслабился. В конце надо было просто покупать... Вот вместо, например, этого крейсера, который там 2000 стоил, да? Я мог купить просто 5 поселенцев и расставить их здесь. Поставить их там в конце, например, на этот ход их поставить. И все. У меня было бы 5 городов, которые бы довольно много очков дали для победы. Но нет. О, второй паудок. А, нет, не у меня. Эта война не помогла тебе. Да. Довольно много захватил, но не хватает его. И прилично так очков не хватает. Да. Победа. Поздравляю, Михаил. Это было жестко. Сейчас даже посмотрим, сколько там. Ну, не знаю, на рачков на 20, да, ты меня опередил в итоге. Ну, скорее всего. По науке глянем. Блин, белый. Три белых графика. Вот как на это смотрите вообще. Ладно, спасибо всем за игру. Пойду я спать. Да, спасибо. Да, всем спасибо. Тоже вот эти всякие бури и прочие, мне, например, мне нравятся. Потому что они и минус дают, но при этом и плюс дают. Это нормально. Мне не нравится очень быстро изменение климата, вот это затопление. Потому что оно почему-то очень быстро происходит, вот до последней восьмой стадии. То есть ты сидишь, 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 ничего не происходит. Потом буквально ходов за 20. Все до максимума вдруг делается, и все. И дальше опять ничего не происходит. А дальше опять ничего. Вот это большинство раздражает. Ну все, потопило, а дальше все. Конец. Более того, я как ни старался. Я вот сейчас прямой наводкой сразу шел в плотины. Просто вот сразу. Просто понимая, что у нас морская карта, будет затоплено. Я все равно не успел. Я все равно не успел построить плотины до того, как затопило все. Это, ну... Мне кажется, что у них тоже что-то неправильно там отскалировано. Скажи еще вам. Потому что как ты не стараешься, тебя все равно будет затапливать. И еще мне не очень понятно выбор. Вот у меня два... Ну... Не, даже три города, по-моему, было затоплено. А остальные города нет, вообще никак не затапливались. Я понимаю, там, где есть скалы, ладно. Ну, были клетки и без скал. Почему вот эта клетка затапливается, вот эта не затапливается? Как это выбирается? То есть, я знаю, что там в начале игры это все нарисовано. Вот это будет затоплено, как там, в последнюю очередь, это в первую очередь. Но они визуально никак не различаются между собой. То есть, надо включать... Статистический режим. Да, да. Спасибо, я спать пойду. Ладно, спокойная ночь. Было приятно поиграть. Взаимно. Алексей, скажи, пожалуйста, а ты сразу воткнул везде эти электростанции? Я только две сделал. Две угольных электростанции и все. Мне не хватало ресурсов, чтобы больше. Ну, вообще, мне их хватало... Ну, мне только две и надо было. Они все мои города покрывали. Потому что, получается, на угле как раз все это... И растет. Мы даже не успеваем толком выйти там в эти нефтяные и в электрические. Остальное оно уже западает. Да, да. Да, именно так. То есть, по идее, там же еще есть проекты, которые снижают эти выбросы. Но ты просто в них не успеваешь, действительно. Не знаю, почему так все быстро. И даже действительно не успеваешь на нефтяные перейти. Но там вообще с ресурсами проблема. У меня... Я вообще, кстати, не видел. Но на карте уран был вообще, в принципе? Потому что я искал из-за того. У меня был уран. Вот именно у тебя в твоем Мали, да, где вот... Ну, он был на страдке, там, где-то рядом с горным государством. Где еще два города рядом с ним был. Там были. Могли они еще добавить колонии. Потому что вот открываешь ты алюминием. Ну, какие города уже ставить в этот момент? Ну, да. Или нефть. А у меня вдали... Да, у меня алюминий был на самом краешке, на самом песечке. Вот в одной, этот... Толщиной в один тайл. Кишка такая была. И на самом конце был алюминий. Вот там город ставит ради этого алюминия. Ну, в общем, с генерацией карты вопросы тоже есть. Большие. Но они же будут еще патчить, я так понимаю, на протяжении скульптуры. Ну, будем верить, что будут патчить. Но, знаешь, Фераксис... Я думаю, что следующий патч будет весной. В середине весны, скорее всего. Зная Фераксис. Но, по-хорошему, вот я сыграл сейчас несколько игр без запрета. Всего. И, в принципе, я бы уже ничего не запрещал просто. Ни пантеоны, ни ядерки одну в ход. Потому что у тебя просто нет ресурсов, чтобы кинуть кучу ядерок на кого-то. А мы так никто и не построил этот арсенал с удвоением? Нет, арсенал. Канадец построил. Построил там. Только ему это не вмогло. Ну, оно, да. Ну, слушай, ну, серьезно. У тебя нету все равно ресурсов. Ну, хорошо, у тебя два юнита построятся вместо одного. Но ресурсы тебе откуда взять на них? Это да. У него там был... Нет, нет смысла запрещать. У него был корабль, но у него было минус одиннадцать мощь на корабле, из-за того, что у него ресурсов не было. Именно, именно. И у меня та же фигня, например, там. Тут, понимаешь, еще есть некоторая проблема с показанием того, как будут тратиться ресурсы. Потому что я, например, сидел, высчитывал, ну, там, броненосцы, предположим, вот уголь у меня, двенадцать угля. Я смотрю, что у меня броненосцы будут тратить десять угля в ход. А у меня двенадцать угля добывается. Думаю, ну, хорошо, значит, апнусь в броненосцы, они тратят десять угля в ход. А тут, бац, я строю угольную станцию, которая потребляет три угля в ход. И все, у меня минус один в ход угля и пакеда на этом. А нигде не показывают, там, типа, внимание, вы сейчас будете больше потреблять, чем есть, или что-нибудь такое. И ты вот это, у тебя вот этот баланс, и ты не можешь уловить, в каком месте минус. Ну, и к тому же, да, ресурсов... Ну, вообще, мне кажется, что тут надо все-таки научиться военные лагеря побольше строить, потому что мы тупо забьем... Вот мы все сидели вообще без военных лагерей. У всех был лимит в двадцать пять ресурсов. Так, если бы у нас был лимит больше, мы бы, например, накопили того же угля штук пятьдесят. И нормально, апайся, и пускай у тебя там в минус уйдет. У тебя не успеет упасть до того минуса, что у тебя будет штраф к силе. А мы вообще без военных лагерей. Потому что я когда воевал, самолет, у меня там был запас двадцать пять, но я все равно вышел за лимит, и мне это очень сильно помогло. Хотя я вышел в минус. Тут надо как-то вот менять свою стратегию игры. То у нас, знаешь, военные лагеря обычно строят, то есть и генералу нужно. Нужен генерал, можно военный лагерь построить, в принципе, подзабить дальше на военные лагеря. Ну или там, чтобы на тебя не нападали с какой-то стороны, перекрыть проход. А тут уже это важная штука, что здание в лагерях, каждое здание плюс десять, что ли, к лимиту добавляет. И это реально... Тут, получается, ресурсы появляются раньше, чем юниты. И, в принципе, если бы у тебя был лимит не двадцать пять для броненосца угля, а пятьдесят, ты выходишь в броненосцы, у тебя уже пятьдесят угля, а не двадцать пять. И ты можешь спокойно в минус выйти там апнуть семь броненосцев и... И, наверное, не пожалеть, потерять какое-то число, потому что у тебя все равно выше лимита. Как-то так. Ну, то есть, получается, да, лагерь, апп Виктора, карточка на добычу дополнительную. Ну, карточка на добычу, она же просто тебе быстрее накапливает. Вот нету карточки, кстати, нету карточки на лимит. Вот я бы еще карточку на лимит какую-нибудь ввел. Мне кажется, должно быть больше карточек на накопление, потому что их получают на одна всего лишь в военной курсе. Почему ее в экономике нет, мне вот непонятно. Ну, почему одна? Ну, а какая еще? Ну, вот есть на серу уголь, на лошадей железо. И алюминий, нефть. Ну, нет, я имею в виду дубли, чтобы они дублировались, чтобы можно было две-три карточки поставить. Ну, хотя бы две на угли, например. Тогда вот эта история с тем, что ты накопил 50 угля, она лучше будет. Накопил, подстроил, накопил, подстроил и так далее. Ну, может быть. Ну, мы будем ждать патчи, посмотрим, что они там сделают. Ладно, спасибо за игру. Пошел я. Всем спасибо. Спокойное утро. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok